всем доброго времени суток с вами канал art money и сегодня мы с вами будем делать вкусняшку из фейхуи есть такая вот фейхуя все я думаю ее знают и и продают в середине осени начинают продавать вот сегодня мы с вами будем делать с медом и можно делать сахаром имбирем кто только с чем ее не делает мы будем просто перекручивать и добавлять мед она очень полезная вот ее пользу можете посмотреть почитать в интернете я не буду сейчас рассказывать потому что ролик получится очень длинный тогда вот мы будем делать с медом сейчас мы с вами сначала отрежем эти хвостики и и измельчишем немножечко и будем прокручивать видно и приступаем жесткая такая вот так она выглядит вполне себе фейхуя так ну вот я уже тут дорезаю чашка мне уже здесь пустая это полная и знаете вдруг я подумала как же выглядит испорченная фейхуя было так интересно и вдруг следующее мне попадается испорченные они выглядят вот так вот вы их точно не пропустите и даже вот они в разрезанном виде выглядит так это вам на всякий случай чтобы вы узнали я надеюсь что мой ролик будет смотреть много кто и также пока я тут дорезаю я хочу у вас спросить напишите мне в комментариях как будет варенье если варенье из этого как она будет читаться слышится писаться то есть допустим я купила варенье а вы дальше продолжайте пишите в комментариях как это будет интересно звучать напишите сейчас я пока дорезаю а вы пишите я думаю большинство там написали я купила варенье фейхуевая да когда только появилась у нас в россии это непонятно непонятно что под названием фейхуя ее называли всегда так и мне мама когда принесла сказала наташа смотри это фейхуя прекрасно на самом деле она читается совершенно по-другому она правильно читается фейхуа но нет мы же граждане российские мы же все сделаем по-другому так ну все я тут начистила господи порезала эти хвостики и смотрите их получилось очень много а я хочу попробовать их на и посушу эти хвостики и добавить в чай не интересно как это будет вкусно или нет кто не знает я сейчас делаю готовлю подготавливаю вернее для вас разнообразный чай я очень много листиков посушила очень много я постепенно подготавливаю записываю ролик постепенно все это это конечно очень долгий процесс это очень долго такой кропотливый процесс это не сразу делается и их я естественно отправлю тоже туда попробую а вдруг у нас не только варенье из фейхуи а еще и чай фейхуевый получится вот так сейчас мы с вами будем ее переминать так все я посмотрите переложила сюда в большой блендер и сейчас мы с вами будем его их взбивать там не два ножа средний нож и внизу вверху в середине и внизу потом покажу что получилось вот у нас перекрутилась все здесь получилось некая зеленая масса сейчас я ее переложу вот у нас получилось наш с вами фейхуа так она выглядит все промешано и все промешалось и теперь мы добавляем сюда мед а мед надо добавлять один к одному то есть у вас килограмм фейхуа то и меда вы добавляете тоже целый килограмм но сегодня мы будем потому что у нас здесь 800 грамм поэтому сегодня мы будем добавлять его по вкусу вот у меня вот пожалуйста здесь есть мед жиденький сейчас мы будем добавлять 10 где-то так тоже 800 грамм 10 700 грамм меда поэтому сейчас постепенно будем добавлять и пробовать чтобы у нас не получилось через чур приторно-сладкое сразу смотрите начинает темнеть в итоге она должна получиться коричневым бывает вернее получается коричневая я до этого делала у меня была она коричневая уже когда еще постоит даже знаете достаточно медом она уже прям такая сладкая вкусная хотя я добавил вообще чуть-чуть но мед у меня сладкий очень сладкий мед мед подсолнуха они всегда очень такие приторно-сладкий поэтому мне достаточно плюс к тому же мне будет еще ребенок это все пробовать кушать и я не хочу чтобы он через чур и в принципе все это мы уберем и можно теперь брать баночки и раскладывать все это по баночкам так ну получились у меня вот такие вот две баночки одну вот я дам маме другую нам с димочкой такая вот она зелененькая и давайте же с вами снова попробуем насколько же это вкусно это очень вкусно и мед такой сладкий и вот сама фейхуя очень фейхуа очень вкусно именно вот вместе с медом они очень вкусно не знаю как будет с сахаром честно не пробовал не делала мне кажется лучше делать с медом все таки мед он полезный сахар но это так мед сейчас можно купить везде и на рынках и его везде продают в магазине в конце концов если вы не доверяете рынку или у вас его нету всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно делайте вы также такой рецепт вам вообще понравился нет будете вы чего нибудь делать может быть у вас есть какой-то свой рецепт обязательно напишите может быть я его попробую вот и всем пока пока пока